Русофобский шабаш, собственно, ради чего я себя... И вообще не очень... В чём смысл мероприятия, да? Но я имею в виду, что ничего вроде как бы не просвучало такого важного, да? Ничего не решили особо, кроме общей сраз и крылья, так сказать, стоять до конца в своей этой русофобской истории. Ну и, в общем, я даже не знаю, что ещё добавить. Что больше всего мне понравилось, это мне понравилось меню, которым почивала Майя Санду своих европейских гостей. Ну, понятно, кроме там... и прочих. Ну, Малык, там в меню фигурировала преднестровская осетрина. Ну, то есть... Ну, то есть... Вот если за чём-то таким настоящим и приличным, это вот в Приднестровье, да. Там вот у них осетрина даже есть своя, своего, так сказать, производства. Ты знаешь, кстати, по поводу Приднестровья разговаривал сразу после вот этого действия с молдавскими коллегами. Они больше всего были в чёте от того, что Тюренский сказал, давайте мы как-то дадим, подчеркнем, решим вопрос Приднестровья. Потому что по международному праву, да, Приднестровье, если кто-то не знает, оно по-прежнему ещё входит Молдов. То есть, предлагается оккупация половины страны, и все молчат. Ну, откровенно говоря, там потом разобрались, так сказать, и буквально на следующий день Санда специально опровергала все эти, значит, сообщения в как бы анонимных телеграм-каналах местных, да, по этому поводу. Вот, и, дескать, мол, разговора такого не было, и что это за, так сказать, вообще история. И официально провели... Так, да? Так, и грам-каналы местные об этом с удовольствием подписались. Я подозреваю, что в погоне за хайпом, конечно, вряд ли... Хотя с Зеленского станется, он как проедет пару раз по белым дорогам, понимаешь, у него начинаются, так сказать, разные фантазии. Ну, тем не менее, надо сказать, что Санда это все опровергла. Слушай, по поводу вот этого саммита, многие обратили внимание на буквально вымершие молдавские улицы. То есть вот людей выгнали, чтобы там ходила техника, французская армия, пресранская армия. А это что за политическая субъектность такая? Нет, ну как ты что? Ты слушай, зачем нужны какие-то, так сказать, оборбанные и нищие молдавские граждане, чтобы портили настроение европейским гостям, которые приехали выпить, закусить в эту для них экзотическую страну? Понимаешь, другое дело, что страна-то нищая, да, и приехали, в общем, объедать несчастных, голодных, бедных молдаван. Ну а чтобы таких мыслей не возникало у европейцев, на всякий случай и попрятали всех, чтобы, так сказать, аппетит не портили, чтобы ситринка, так сказать, переваривалась нормально. Зато вот стоило всем разъехаться с чувством глубокого удовлетворения. И акции, митинги, все последовательные. Вот сейчас в новостях, Мария, как вам звучало, о том, что социалисты вместе с партией ШОР выступили за 9 мая. У меня вот к тебе очень простой вопрос, а чего им мешало полгода назад объединить усилия для противодействия сам? Ну слушай, а чего им мешало 9 мая выступить за 9 мая? Как будто все-таки неприятные... Ну согласен, согласен. Ну да, вот... Слушай, ну и что, вот это объединение, это на один раз или все-таки, так бы, единение какой-то молдавской оппозиции все-таки возможно? Ну, я сильно сомневаюсь, что вообще существует такое, такое, так сказать, что-то такое реальное под названием молдавская оппозиция. Понимаешь, существует несколько групп, которые условно политическим бизнесом заняты в той или иной степени успешности. И либо, так сказать, на свой кост, как вон ШОР, ну, понятно, у него есть возможности после украденного миллиарда, понимаешь, из там 6, да, там всего 6 с чем-то. Ну, в общем, в районе 7 миллиардов бюджет в Молдавии в лучшие времена был. Ну, соответственно, вот один из этих 6 миллиардов он в свое время умыкнул, да, и даже за это 15 лет сейчас недавно получил. С конфискацией. Ну, деньги есть, он развлекается. Кто-то, так сказать, развлекается в надежде на какое-то привлечение какого-то финансирования, да, из тех или иных источников. Ну, это все политический бизнес, это все не оппозиция в том смысле, которую вкладывают в это классическая политическая наука, да, так сказать. Это не те люди, которые борются за власть. Понимаешь, потому что любая, смысл любой политической деятельности – это борьба за власть. Ну, в данном случае мы этого не видим. Это скорее борьба за собственную, за собственный карман. Вот, поэтому я сильно сомневаюсь, что это, ну, каким-то образом возможно в какой-либо перспективе. Мне, знаешь, на этой неделе понравилась история, вышел очередной отчет небезызвестной тебе организации Freedom House по Молдове. Вот, они, значит, традиционно замеряют коэффициент свобод, да, ну, в данном случае коэффициент свобод в Молдове. И вот эта вот небезызвестная тебе организация Freedom House пришла к выводу, что в 2003 году Республика Молдова заняла 62-е место из 100 по, значит, степени свобод. Самое пикантное, что 62-е место, то есть сегодняшняя Волдова под руководством Майсанду, наконец, достигла результата 2017 года, когда полнотой власти обладал небезызвестный тебе Влад Георгиевич Плохотнюк. Ну, то есть... Так в полную тогда революцию? Приблизилась, приблизилась, так сказать, к этому, к эталону, понимаешь? Вот. Ну, а по степени, мне кажется, политических репрессий и прочих, так сказать, там, репрессий, да, она так и превзошла где-то. Вот, запустили, она, это она же сейчас запустила проект под названием, по-моему, Патриот, что-то такое они назвали. Патриот. Патриот, да, да. Да, да, Национальный центр информационной защиты и борьбы с пропагандой. Вот. В первую очередь с пропагандой российской, судя по всему, потому что то, что вот не решался сделать в свое время Плохотнюк, ну, так он пару заходов делал, но таких очень неубедительных, да, то есть... Ну, почему нас с тобой забавили? Это да, нет, ну, я имею в виду, что эти-то пошли дальше, эти просто, так сказать, наложили запрет на обещание всех российских средств массовой информации, и сейчас активно, значит, профилактируют все русскоязычные молдавские СМИ. Молдавские, не вне российские, а именно молдавские на русском языке, но понятно, что большая часть населения этой маленькой посадской страны русскоязычной. Ну, все Приднестровье русскоязычное, там, Полкишинева русскоязычная, там, Бельцы русскоязычные, да, там, частичные и так далее. Ну, вот, пожалуйста, так сказать, они здесь сильно дальше пошли, чем Плохотнюк в свое время. Мы сейчас на несколько секунд прервемся на региональный джинбл и продолжим. Восемнадцать часов сорок пять минут в российской столице, продолжаем в прямом эфире программу «Бывший», двигаемся дальше, на очереди у нас Грузия. Анатолич, а что, Грузия теперь все, официально в пику всем мировым демократическим ценностям решила двигаться косые взгляды в сторону Зеленского и на этом пресловом саните. Ну, это еще как бы бог бы с ним, но не пустить, то есть, вернее, не то, что не пустить, а еще и депортировать обратно в Израиль и на агента Сундеровича, который приехал на выступление. Всем спасибо, пока.